Наверняка ты всегда хотел быть совладельцем или акционером стабильного и доходного бизнеса. Может быть, фабрики, банка или нефтяной вышки, получать доходы и дивиденды от их деятельности. Уверен, ты думаешь, что это сложно или просто невозможно. Ведь для того, чтобы стать совладельцем бизнеса, надо понимать, как и где можно купить его долю, а чтобы покупка оказалась правильной, придется разбираться в финансовых документах, графиках и формулах. Специально для решения этих сложных задач создан сервис Right. Робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране, выберет и порекомендует лучшие из них. Right помогает тысячам инвесторов с 2016 года и делает это успешно и законно. Совладельцем каких компаний можешь стать именно ты? Узнай на rg.ht. Бесплатно. Итак, это анализ рынка. 26 февраля 2021 года. Рыночный фон на сегодня такой. Азиаты в сильном минусе, фьючина США в сильном минусе, нефть в минусе, но торгуются прямо под сопротивлением 65 долларов за баррель. Вот, сегодня по нашему рынку тоже, скорее всего, увидим такой аншлаг и на фоне чего этот аншлаг происходит. Правильно, вот на этом фоне. Это доходность 10-летних облигаций, они же трежерис США. Они сейчас, точнее, вчера пытались пробить отметку 1.50. И эта отметка очень критическая, при пробитии которой открывается путь уже на 2. Уровень двух пунктов. Соответственно, сейчас все возможные спекулянты, инвесторы бегут от того, что совершили центральные банки за последние полтора года. Именно массовое куе, мощное куе. И, соответственно, сейчас даже некоторые центральные банки западных стран, у них срываются новые размещения облигаций. Они согласуют то, чтобы эти новые облигации государственного типа покупать с целью поддержания своих долговых рынков. Что это значит для фондового рынка, вы это наблюдаете именно сейчас, в моменте паника. Потому что инвесторы с этим лет 40 уже, наверное, не сталкивались. Они не понимают, как действует эта ситуация. Поэтому они все продают и из рынка выходят. Как было примерно и в январе-марте 2020 года, когда ковид ударил, никто не знал, что делать. Потому что подобная ситуация была 100 лет назад, пандемическая. Вот то же самое, что и сейчас. 40 лет назад была такая ситуация, какая происходит сейчас. Они не знают, что делать, потому что новое поколение спекулянтов и инвесторов. Они все продают. Соответственно, сегодня фонд негативный, вот только на этом факторе. Сразу переходим на наш российский рынок. Отмечу то, что при нефти почти в 70 долларов мы стоим в боковике. Но на самом деле, я думаю, мы и дальше будем торговаться в боковике. Но в боковике в пределах вот этого восходящего среднесрочного тренда. Нижняя грань которого равна 1290 пунктов, верхняя грань 1500 пунктов. Да, такой 300 пунктовый торговый диапазон. Соответственно, инфляционные ожидания в мире тоже активно растут. Поэтому ротация капитала, то есть из техов в реальный сектор экономики, набирает обороты. Соответственно, в Америке уже пампится авиакомпания, промышленный сектор, банки. Все, что связано с реальным сектором экономики. Тут те же самые рестораны и просят. То есть рынок заклад ожидает, что через полгода, год все восстановится, все будет хорошо. То есть играет на опережение. Соответственно, в нашем рынке тоже все это будет играть на опережение, но не сейчас. Потому что наш рынок пампить будут, но чуть позже. Но, как правило, наш рынок пампит всегда последним. Даже одним из последних. Поэтому на сегодня торговый диапазон РТС в моменте, возможно, довольно панический. Все внимание на поддержку 1415 пунктов по индексу РТС. Потому что на азиатской бирже там 3-4% падения по фондовым индексам на фьючерсах США и ЕС. Чуть около, по-моему, процента полтора. Поэтому и такая небольшая паника по утру будет у нас. Потому что заявочки эти товарищи, броки российские, тоже утром, как правило, расставляют. Довольно-таки массивные. Поэтому все внимание на эту поддержку. Допускаю открытие гэпом вниз. Но все это, на самом деле, моментная фигура на сегодняшний день. Тем более пятница. Поэтому раздача у нас пока будет продолжаться. По нефти марки Brent, в принципе, картина следующая. Ну, откроем недельный график. Что меня просто большего заботит? Это на самом деле не заботит, а напрягает. Ну, хотя напрягает, заботит, это, в принципе, одно и то же. Ну, нефть, во-первых, падает на 2% сейчас от сопротивления, локального сопротивления уровня 67 долларов 70 центов. Во-вторых, она уже, видите, среднесрочно перегрета. В-третьих, уже отрисована полноценная пятерка на недельном графике. Она под сопротивлением верхней грани восходящего тренда уровня 65.92. Соответственно, все равно нефть я, ну, может быть, через две недели, может, через месяц, время точно никто не скажет. Тут по уровню необходимо определяться, потому что, когда спрашивают, мол, когда ты ждешь этого, нельзя ответить. Потому что тут нету ванг, тут трейдеры. А трейдеры всегда смотрят непосредственно уровни поддержи, куда цена после ее перегретости придет. В данном случае это уровень 58 долларов ровно. Это важная поддержка, это суперподдержка. Поэтому и пробитие которой, я считаю, что возможен в моменте. По приходу на нижнюю границу канала восходящего цели уже по ходу нефти выше. Потому что инфляционные ожидания слишком сильные, сильнейшие. Честно говоря, такое я даже не ожидал, потому что они вот такие прям массивные будут. Что аж до панических распродаж на долговом рынке дойдет дело. Ну и, соответственно, то, что нефть вперед на 60-70 я ожидал, но ожидал именно к лету, не сейчас. Ну вот сейчас произошло, поэтому и довольно рентабельная зона снижения от среднесрочных максимумов, это до уровня 58 долларов, ну примерно 14%. В общем, при снижении на рынке нефти, соответственно, мы получим начлак уже и на нашем рынке, потому что нефть росла, наш рынок стоял в боковике. Нефть будет падать, мы будем тоже падать. Это уже закономерность определенная. По паре рубль-доллар я бы отметил следующее, что уже многие, доллар крепнет по отношению ко многим развивающимся валютам, развивающихся стран, то есть Песо, Мексиканские, другие валюты, Азиатские, Ближневосточные, Латиноамериканские и прочее. Наш доллар пока, точнее, наш пара рубль-доллар пока стоит на месте. Почему? Потому что нефть в 65-67 особо сильного панического, сильных панических покупок на нашем рынке не вершит. Скажем так. Но я, соответственно, все равно имею валютную подушку в своем портфеле. Без этого никак. Я считаю, без этого никак. Да, я имею тоже портфель акций и частичный портфель облигаций с целью получения ближайших купонов. Вот, поэтому потом будут смотреть по ситуации. Акции российские я все равно придержу, потому что, так сказать, цели повыше у них. Ну, а паника вся эта рыночная, она уже необходима, я считаю. Поэтому имеется все-таки цель по паре рубль-доллара. Это гэп на 79 рублях. Выше я, соответственно, не жду пару рубль-долларов именно сейчас, потому что сдувание так называемого пузыря на американском рынке, оно, я считаю, пока нерентабельно именно сейчас. Об этом я лучше сделаю экономическое видео, где я обосную, почему это именно так, а не так, как говорят некоторые товарищи, аналитики, инвестблогеры и прочее. Соответственно, сегодня, да даже в последнее время, диапазон 73-76. Вот в этом пока боковике и торгуемся. Еще раз напомню, что позавчера я говорил, цель 76. Вот сейчас, первая цель 76. Дальше надо смотреть по ситуации, зависимся от панического настроения в рынке. Еще раз, конечная цель это 79, ну 79-79,50. Надо эту же цель отрабатывать. По нашему долговому рынку, как и во всех других долговых рынках, на рынках облигаций имеется в виду, государственных рынках облигаций, там, где размещаются гособлигации, тоже идет падение. Доходности растут и, как правило, падут сейчас именно на нашем рынке трежерис, там европейские облигации, австралийские и прочее, падут именно дальние облигации государственные. Ну, дальние облигации 10, 15, 20, 30 лет. Это понятное дело, потому что чем они в сроках дольше активны, тем сильнее у них будет волатильность. Вот то же самое и у нас сейчас. Я все равно полагаю то, что Центральный банк будут ставку поднимать в этом году, скорее всего, с осени. Диапазон нейтральный 5-6%, поэтому ближайшее заседание будет в апреле, в мае, в июне. В это время, я думаю, просто будет плацдарм готовиться, то есть поле для, так сказать, повышения ключевой ставки. Но уже примерно где-то осенью, октябрь, по-моему, заседание в октябре будет, там я ожидаю повышения ключевой ставки. Уже с целью не, с такими, знаете, целями, а уже с целью увеличения доходности по трежерис, с целью того, чтобы и нарезанно начали покупать дальние ОФЗ. Потому что по ним доходность будет довольно неплохая, там 8-9%, как и раньше было, когда они тоже на наш рынок приходили. Сейчас перед государством эта цель, в принципе, и стоит. Поэтому, если у кого-то имеются облигации, ну, я думаю, месяца 2-3-4 можно поддержать, там ближайшие купоны сурбить, и потом постепенно из них выходить. Потому что при росте ключевой ставки, если у вас имеются облигации с постоянным купоном, у вас эти облигации в курсовой цене будут просто падать. Поэтому я считаю, можно пока несколько месяцев подержать их, ближайшие купоны сурбить, и потом из них выходить. Все. По S&P 500 тоже у нас наблюдается падение, но, соответственно, фьючерс на сегодня тоже там минусует. Вот. И цель-то в том, что сейчас, наверное, многие трейдеры будут приравнивать эту ситуацию к обвалу, падению, началу сдувания пузыря. Меня тоже вчера в личку спрашивали, личное сообщение, мол, Михайлович, а не начало ли сдувания этого пузыря? Нет, это не сдувание пузыря. Это обычная коррекция на факторе того, что народ не понимает, что им делать при растущих инфляционных ожиданиях. А делать-то что? Рассматривать просто сырьевые товары, рассматривать серебро, рассматривать платину ту же самую. Потому что что у нас рассчитывается именно в инфляцию? Сырье и драгоценные металлы, которые коррелируют с инфляцией. Это серебро и платина. Но широкий рынок этого не понимает. Поэтому они не лезут сюда. Они выходят. Они вышли, обдумали, потом вошли. То же самое, что было при ковиде. Вышли, обдумали и вошли. Все. В общем, все стандарты. Поэтому в случае раскручивания этой паники в рынке на факторе рост инфляционных ожиданий, запомнить, что вот эта синяя линия, она бывшая зона сопротивления. И вот эта синяя линия будет к себе манить индекс S&P 500. Ну и куда-нибудь эту область, 3200, 3400, потом загонят. Просто надо смотреть за раскручиванием паники на самом деле в рынке. Чем сильнее будет раскрутка, тем импульснее будет индекс идти вниз вот к этой зоне синей. Это сильная зона повторяет сопротивление. Это надо учитывать. Но цели по S&P все равно повыше будут. Тем более на факторе ротации капитала, который сейчас идет, это все довольно очевидно. Вот. Серебро торгуется сейчас на уровне 26-27. Доллар за унцию. Прилел тоже восходящего тренда. Ну, по серебру на самом деле цели повыше. Просто те люди, которые шум поднимают в рынке, да, то, что будет якобы гиперинфляция и прочее, я с ними не согласен. Потому что гиперинфляция, она не будет. Не надо сравнивать ситуацию нынешней с Веймерской республикой. То есть она же Германия, 14 по 23 год, 20 века. Тогда была другая ситуация. Сейчас ситуация иная. Инфляция в 5-6-7 процентов в Америке. Да, блин, рынок может получить. Это, ну, получение по шапке. Это, так сказать, ужесточение ДКП мощное, причем сворачивание КУЕ. Количество смягчения. Но гиперинфляция, я бы не стал говорить, чтобы гиперинфляция. Но цели по серебру, они выше будут. Сейчас просто проторговка у нас 26-27. В моменте даже прокола будем, какой-нибудь на уровне 25-24. Но тренд у нас исконный бычий. Поэтому против ветра лучше не писать. По платине картина следующая. Восстановление будет только на факторе, точнее, рост. Сильный рост будет только на факторе восстановления экономики. Тем более платина пришла на тот уровень, который я ранее обозначил. 1310, дефис 1550. То есть диапазон. Вот этот диапазон. Вот сюда вот. Выше пока не могу сказать, но в этот диапазон, внутрь диапазона, цена еще войдет. Поэтому у кого платина есть, лучше держать, как и серебро. Ну, не важно. Либо ОМС у вас, металлический счет, там, где-нибудь Сбербанке. Либо физический метал. Тут уже не суть важна. Ну, американский рынок акций я сегодня в отдельном видео рассмотрю. Отдельные бумаги. Вот. Давайте перейдем теперь на российский рынок. Коль у нас очень много торгует людей на российском рынке. Газпром. Боковик. 209, 232. Поэтому сегодня, по крайней мере, в первые 2 часа ожидаю снижения. Даже возможного открытия ГПМ вниз цены. Поэтому все внимание на поддержку. 215,88. Откуда, скорее всего, цены будут выкупать. По ВТБ. Дрейф, боковик. Уровень 0,036,770. 0,038,470. Пока дарифуем. Вчера тоже ВТБ заседали. Сообщили, что дивиденды в 50% от чистой прибыли. Банк планирует выплатить. Поставили довольно высокий таргет по прибыли за 2021 год. То есть, в 250-270 миллиардов рублей. Ну, соответственно, дивиденды по итогу 2020 года будут. Возможно, даже реально 50% от чистой прибыли. Но, учитывая то, что вся денежная масса ВТБ находится в резервах банка, то чистая прибыль, соответственно, ниже. Упала там, по-моему, в 2,7 раз, если не ошибаюсь. Поэтому дивиденд либо наравне будет с 2019 годом, либо чуть пониже. Тут уже надо подсчитывать. Рынок вчера попытался отыграть, но видите, как выдержит диапазон ВТБ. Тут на то есть причины, на самом деле. Причины кое-какие экономические, я бы сказал. Не в том дело, что в банке все плохо. Нет, в банке все супер, на самом деле. Но другие причины, о которых, я считаю, пока высказываться не стоит. По «Газпромнефти» тоже боковик 315-345. Сейчас проторговка идет над верхней грани боковика. В принципе, гэп это уже закрыт. Вот этот гэп, дивидендный гэп. Соответственно, тренд у нас пока идет среднесрочно с октября восходящий. Но, на самом деле, среднесрочные инвестпозы лучше, конечно, придержать. По нефтегазовому российскому сектору, по банкам, если они у вас имеются. Даже вопреки панике и всему прочему, что у нас, скорее всего, ожидает в ближайшем будущем. Но на этот случай иметь кэш, чтобы эти же позиции плюс-минус подкупать на коррекции. Именно среднесрочно спекулятивные. Потому что цели той же самой «Газпромнефти». Первая цель – это 370, закрытие вот этого гэпа. Одна из первых целей, которая на кэш отработает. По башнефти «Боковик» 1128-1250. Ничего нового нету. Аэрофлот тоже, ну, даже не «Боковик», сколько формат с треугольника. Видите, проторговка идет между уровнями 68-28, дефис 74-22. Ну, соответственно, на месячном графике прекрасно видно то, что цена торгуется в треугольнике разворотном. Да, первые несколько волн она уже показала. Ну, в долгосрочке, при восстановлении мировой экономики, соответственно, цена на всевозможные авиакомпании будет расти. Например, в Америке уже ротация дошла до авиасектора. Дельта Аirlines, Американ Аirlines – они уже растут. Наш рынок пока еще держит просто, знаете, прям запрягает его, скажем так. Тут, на самом деле, картина в Аэрофлоте, как и в Дельте, и в Американ Аirlines. Пятиволновку нисходящую отличный рынок показал, зигзаг показал, поэтому плюс-минус где-то вот здесь находится разворотный уровень ценовые по Аэрофлоту. Нынешняя, возможно, чуть пониженна, на уровне 60, но учитывая то, что доп. миссия была в том году на уровне 60 рублей, то ниже этой доп. миссии рынок, возможно, цену не пустит ниже. Но есть только шипами с дальнейшим откупом. Поэтому, кому интересен Аэрофлот, ну, можете рассмотреть. Но покупать или нет, уже решать именно вам. Ну, по компании Nellorossi картина, в принципе, аналогична. Протаровка вблизи минимумов, довольно важных минимумов исторических. Вот, дивиденды отжали, отжали на 8,5%, цена упала, упала. Теперь идет дрейф, протаровка на текущих уровнях. Да, имеется гэп на уровне 0,75. В принципе, к такому падению я и был ранее готов, о чем я неоднократно говорил. В идеале, конечно, данный гэп закрыт. Но закроется он или нет, надо будет смотреть по ситуации, именно по ситуации рынка. Будет паника, пойдем закрывать. Не будет паники, будем дрейфовать. Пока или-или, но, соответственно, учитывая то, что инфляционные ожидания, повторяюсь, активно растут. И учитывая то, что пакеты стимулированные американцы принимают, учитывая то, что они еще хотят на, уже в рамках восстановления американской экономики, принять еще один пакет стимулированный в 1,7 триллиона долларов. Вот если они его примут в 1,7 триллиона долларов, мы увидим просто лютый памп в сырьевом рынке. Просто максимально растущие инфляционные ожидания. Просто рынок такую мега-ротацию устроит из техов в реальном секторе экономики. Это, мама не горю, потом будет. И наш рынок тоже от этого получит дозу такого адреналина. Поэтому я и говорю, что сейчас, возможно, с одной стороны, если вы среднесрочный спекулянт внутри года, то продавать пока ничего не стоит. Если вы спекулянт краткосрочный, фиксируйте все нафиг, выходите из рынка. Если вы инвестор, вам вообще шевелиться не стоит. Ваше дело просто покупать все на просадках, получать дивиденды и, возможно, радоваться жизни. Но тут, конечно, сам уж для себя решит. В моей ситуации я, в принципе, не дергаюсь. Имеется валютный баланс, там несколько облигаций, куда деньги припарковал, там на ближайшие купоны. Акции свои я пока не трогаю. Соответственно, я делаю ставку на промышленный сектор и сектор транспортный. В первую очередь. Ну и сектор тоже электросетевой, потому что все электросетевые компании в нашем рынке, они... Нет-нет, да... Бычцы еще будут. В общем, на этом все. У нас имеются телеграм-каналы в контакт-группе и инстаграм-канал в графе «Наши медиаресурсы» в описании под каждым видеороликом. И, соответственно, данные телеграм-каналы, инстаграм-канал в контакт-группе имеются в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. Там постится первоочередная информация, которая необходима для понимания рынка. То есть спекулянтам преимущественно, что и как происходит, почему это происходит. То есть я там обосновываю конкретно все. И только потом эта инфа попадает на YouTube. Также там постится технический анализ на акции компании с дальнейшим вектором движения, куда они пойдут. И, соответственно, я постю в первую очередь этот теханализ, краткосрочно-среднесрочно, не интродэй, а краткосрок 1-3 месяца, среднесрок 3-6 месяцев. И, как правило, в этом диапазоне цена выстреливает. То есть наш рынок довольно долго запрягающийся, но растет он потом очень эффективно. В общем, на эти каналы подписывайтесь, будьте курс всех событий. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.